На звезды повязывать, родная. Мне душу извело тоскою, и день и ночь страдаю я. Так отчего, душа моя? Скажи скорее, в чем же дело? Ведь я всегда тебя любил. Скажи, когда-нибудь я бил или бронил тебя мой свет? Спектакли театра-студии «Грань» всегда удивляют смелым подходом и многообразием жанров. Уже второй год «Грань» становится номинантом «Золотой маски» – самой престижной театральной премии. В этом году театр вошел в федеральный проект и получит финансирование в 7,5 миллионов рублей. Главным результатом станут, конечно, новые постановки. Это спектакль «Театр тени Афелии», который должен выйти в апреле. И ближе к осени, когда я была маленьким мальчиком. И большая работа, которую пока не оглашаю, даже еще труппа не знает, большого нового спектакля для взрослой аудитории, который тоже выйдет на нашей площадке. Театры малых городов, федеральный проект партии «Единая Россия» ставит перед собой цель поддержать театральные коллективы в регионах. Финансирование идет на закупку сценического оборудования и постановку новых спектаклей. Всего в проекте участвуют 57 регионов. Театральные эксперты, чиновники и просто зрители сходятся в том, что «Новокубышевская грань» свое место в этом списке получила заслуженно. Могу сказать из личного опыта, что буквально за два месяца нужно закупать билеты на постановку этого театра. Это, мне кажется, уже сам факт говорит за себя, то, что какой здесь театр работает, какие спектакли они ставят. Сегодня в Новокубышевске дали официальный старт проекту «Театры малых городов». В конце круглого стола художественный руководитель Денис Бакурадзе развеял слухи о том, что грань может покинуть родной Новокубышевск. Театр родился в 1970 году здесь, в городе Новокубышевск. Здесь его дом, здесь его родина. И театр этот должен быть здесь, и он будет здесь. Спасибо городу, что он любит этот театр и поддерживает. Спасибо большое. Кроме Новокубышевского театра, финансовую поддержку получит также Драматический театр Сызрани. Валерия Макарова, Константин Головин. События.